если вас заботит вопрос ваших денег серьезно заботит давно заботит например то помните что всегда у вас есть великое средство великая вот книга книга откровений две вещи нельзя изобразить когда их нет и нельзя спрятать когда они есть это любовь и деньги два миллиона евро упавшие с неба звучит как название российского сериала я хочу поговорить о деньгах с вами до конца года и всем нам хочется плюс-минус но кому-то хочется вообще радикально разбогатеть мне например я бы правда не отказалась от парочки миллионов евро вот так вот просто в виде случайного подарка потому что точно знаю на что я их потрачу что я куплю на эти деньги тут ну честно говоря домик присмотрел тут на побережье в морском саду у правда 3 стоит ну я планирую сторговаться здравствуйте дорогие зрители дорогие любители предсказательной системы таро любители немножко заранее узнать свое будущее с вами как всегда ольга филимонова и у нас сегодня гадание на деньги для гадания о деньгах где в принципе много ответов на ваши вопросы о ваших же деньгах это друзья ваш гороскоп рождения ваша натальная карта великий документ в идеале если ничего не опускать не фильтровать этот документ очень большой почти бесконечный очень содержательно и вот как правило про деньги там ну все есть для каждого в натальной карте где взять на что тратить много мало надо не надо выращивают вас деньги личность или разрушают и так далее там и партнерские деньги деньги семье родовая карма на тему денег в общем все 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 положение планет в домах положено дома в знаках управители домов аспекты между планетами вот набор вот этих всех говорящих для астролога фактов выдает вам в общем цельную и полную картину про ваши финансы на вашу целую жизнь натальную карту можно сделать только если вы знаете точное время вашего рождения астрологи не хотят терять деньги заработки не хотят отказываться ни от одного клиента поэтому придумали вот ректификацию так называемую как бы восстановление времени рождения по ну там вопросник такой я не очень доверяю этой истории хотя вы можете доверять я вас не уговариваю помните да если беспокоят деньги пожалуйста читайте вашу натальную карту читайте городской упражнение читайте соляр ваш текущий если нужны экстренные советы например вот конкретно сейчас что мне делать с деньгами или их с отсутствием надо по помойкам бегай бегай вон к чайкам бегай бегай с чайками знаете наш любимый youtube устроил устроен как ящик пандоры стоит нам нашими неосторожными пальчиками вот куда-то там нажать какое-то случайное видео открыть как вслед за ним тонны подобного контента будет сама платформа нам предлагать из любопытства открыла видео с интригующим названием как выглядеть дорого где очень сильно похожие подозрительно похожие друг на друга девочки рассказывают дают повторяют друг за другом слова слова одни и те же советы о том как выглядеть дорого я задумалась о том что спрос рождает предложение и таких видео не было бы много и не было бы там миллионных просмотров и не было бы там много тысячных комментариев если бы не было такой обширной разогретой аудитории правда если бы не было людей которые прям сидят и готовится под запись под запись конспектировать вот эти советы как выглядит дорого если не видели я вам расскажу все эти рекомендации как выглядеть дорого сводятся к простым в общем выполнимом и совершенно бессмысленным действиям ну что-то вроде погладьте одежду помойте волосы используйте увлажняющий крем для пяточек все атрибуты прекрасной и напрасной жизни а я знаю что моя аудитория не такая вы ведь не хотите выглядеть дорого вы хотите быть богатыми более того я могу сказать что следы прошлой бедности люди тоже носят на себе я была в гостях у богатых людей прям по-настоящему объективно богатых квартиры недвижимость заводы дети в англии в общем все как положено но это были люди не родившиеся в богатстве а вот разбогатевший дай бог им здоровье собственными мозгами собственным трудом и вот хозяйка дом очень приятная гостеприимная женщина давно давно привыкшая ходить в соболях в марочных натуральных шубах вы знаете натуральные шубы это дорого и марочная одежда это дорого но когда марочная натуральная шуба мехово это запредельно дорого и так вот она при мне как-то зачем-то не знаю открыла один из один шкаф один гардероб свой там я увидела в этом шкафу плотно-плотно вот так вот набиты старые и и и пальто вот еще те которые она в девяностые на рынке покупала вот эти вот китайские пуховики которые вот мой глаз я тоже из этих времен не ни с чем не спутает но зачем она их хранит она как память о прошлой бедной вот этой вот жизни не знаю но вот такие вот следы такие вот отголоски прошлой простой или бедной жизни наверное у таких вот новых богатых людей всегда есть может быть ностальгические какие-то нотки есть во всей этой истории в я вам не желаю выглядеть дорого сегодня вот представьте мое пожелание мой комментарий к вам сейчас не надо выглядеть дорого лучше разбогатеть лучше давайте будем по-настоящему богатыми и не будем выдавать вот бедненькое что-то за что-то такое богатенько потому что это ужасно смешно выглядит просто бедный человек в общем не вызывает никаких чувств никаких эмоций да а вот бедный человек который как бы косит под богатого и старается действительно выглядеть дорого дороже чем есть вызывает ну улыбку может быть снисхождение такую жалость то есть мне кажется что попытки на ровном месте выглядеть дорого такие современные да сейчас много это это мода такая вот эти все попытки они очень-очень жалки не будем жалки скорпионы дорогие скорпионы соберите сосредоточьтесь пусть вас не вводит заблуждение моя допускная веселость когда его серьезные советы предсказания карт все это очень опечатывается на матрице вашей судьбы вы знаете мы говорим об этом как только вы заслушали какое-то гадание какое-то пророчество для себя вы получаете информацию об событиях лежащих за горизонтом условным за этой условной линии и после того как вы про это узнали вот эти события будущего начинают на вас влиять представляете вот так и работают гадание это довольно сложная наверное очень такая двоякая очень и буква вогнутая взаимо образующие взаимовлияющая такая система в которой есть субъект объект как в любой ну в общем как-нибудь отдельно может быть поговорим а пока мои гадания это гадание которые сбываются скорпионы деньги до конца года вот прям как хотите как называется символическая с душа символа души так с пятерки жезлов начинается за деньги придется дорогие скорпионы побороться ну а когда вам было легко так что все в порядке все в обычном режиме побороться конкуренция с коллегами с партнерами с просто с какими-то людьми в бизнесе разрешает эта пятерка вам активную жизнь позицию активно спорить защищать вот свои деньги может быть в суде даже защищать и конечно нужно честность вашей стороны мы знаем что скорпионы умеют не то чтобы любит но умеете вы действовать ходить обходными путями действовать изощренное хитро сложно многоходово в общем сейчас это не надо ваши деньги идут в открытом бою вот с открытым забралом очень честно знаете но следите чтобы вокруг были равные вот пятерка жезлов очень не любит ситуации в которых вы среди дураков например бой или спор с дураком вы не выиграть об этом тоже говорит карта то есть вы можете сравнивать себя или спорить только с тем кто равный вам по интеллекту по ментальной или духовной какой-то наполненности об этом тоже нужно помнить да то есть не мечите бисер перед свиньями например но это такой вот с не спорьте с дураками короче говоря вам такой совет поняли подачу речь далее будут новости новости про деньги скорее хорошие ну такие успокаивающие которые заглаживают боль боитесь конфликта его не будет понять простить вернуть все долги в том числе какие-то моральные можно помириться подружиться договориться в общем такое мягко сердечие есть у вас в теме денег каждый для каждого предсказания свое и понятно предсказание имеет только тот смысл который вы в него сами вкладываете вот и появление некого человека доброго который денег вам вообще не несет он сам с пустыми карманами еще не дорос чтобы вас спонсировать это например может быть и жених вас появляется жених там который материально абсолютно не выгоден но почему-то украшает вам жизнь украшать настроение вообще карта не про деньги честно говоря зачем вы все ли смотреть непонятно справедливость дополняет картину вот немножко вернемся к теме споров отстаивание каких-то ваших финансовых интересов финансовых перспектив это может могут быть и решение начальства казенные выплаты какие-то государства в том числе то есть все такое немножко знаете ваши деньги до конца года дальше мы здесь не смотрим все это подернуто далее как будто бы дымкой такого ну официоза с одной стороны а с другой вроде бы как можно кому-то понравится с кем-то договориться знаете не денежные карты даже тут справедливость казалось бы такой нормальный старший акка ну карта это все-таки денежные потоки очень затрудняет поэтому не вижу я здесь чтобы вот свалилась так сильно с неба чтобы как-то легко досталось выгрузается зубами все следите за собой следите за законами не нарушайте никаких правил то есть следуйте в общем заданному курсу заданной какой-то инструкции это неплохие карты они не обещают обманов не обещают вам потерь денежных в целом через тернии через тернии в звездам как как всегда собственно в жизни скорпиона разве было как-то по-другому давайте посмотрим но со скорпионами все понятно труд тяжелый знак люди все скорпионы это люди которые выбирают тяжелую судьбу сами стремитесь к такому что иначе скучно а визунчики стрельцы у которых все легче и веселее чем у других посмотрим на ваши деньги до конца года ну что сюрприз какие хорошие добрые так начинаем с луны много неизвестного не знаете вы про ваши деньги дадут не дадут выплатит не выплатит вернут не вернут разрешат не разрешат много мал в общем такое в молочном таком густом густом тумане продвигаетесь вывод от пролога к пилогу то есть продвигаетесь вы к этим сами рождественским не знаю изобилию рождественском много не знаете много тайных разговоров много попыток не скажу что успешных но все-таки вас где-то обмануть благо нас в этой жизни по-крупному обманывают редко да давайте будем честны но если кто-то таит от вас финансовую информацию да хоть ваше начальство скрываешь там прибыли чтобы вам процент каких-то не платить ну это на их совести потому что луна она же и совесть тоже знаете это такое зеркало чьей-то совести надеюсь стрельцы ох вот я сказала стрельцы визунчики заранее угадала что будет вам счастье денежное действительно крупная карта король пентаклей пожалуйста деньги будут те которые вы ждете зарплаты премии прибыли все такое абсолютно точно получите к новому году останетесь таким настроением довольство самодовольство ну собственно в котором вы все время пребываете да вот и такой уверенный взгляд финансовое будущее у вас будет на что вам гулять будет на что праздновать и самое главное будет на кого потратиться найдутся желающие на ваш вот этот вот изобильный на радость на радостях такой накрытый новогодний стол однозначно мы видим крупную денежную карту то есть прогноз хороший прекрасный даже что из трех карт если одна такая жирная это уже хорошо луна как предупреждение идет да нет я думаю в таком окружении ну да что-то сокрыто от вашего глаза сейчас давайте подумаем а всегда ли нам надо знать все может быть меньше знаешь крепче спишь может быть некоторые деньги в жизни надо взять не нюхая их и не зная их происхождение откуда они берутся также луна здесь указывать на срок продолжительностью в один месяц а по сути мы с вами и гадаем на этот срок поэтому это лишнее подтверждение для столица а то что все сбудется далее конечно козерог козероги не получившие предсказания пока еще учишься половина так для козерога денежные перспективы очень даже хорош деньги связаны с карьерой с вашим статусом положением ваши связи важные с вышестоящими и власть придерживающими людьми в общем все как обычно вы тут выглядите как бы на своем месте и доходы и расходы и вообще финансовая картина до нового года распланированная у вас и предсказуемо хотя не исключено что кто-то давит кто-то решает про ваши деньги больше чем вы это делаете ну понятно что для большинства это просто портрет начальника который вот только он и он думает как у вас там оплатить и вам вас ознаграли прекрасный прогноз козероги получают на деньги все тайное становится явным все ваши сомнения что переживали почему может быть скрипя сердце готовится к плохому да здесь и солнце есть у вас который подлечивает залечь то есть было ну покое как-то так себе взгляд смотрели ваши до вперед а здесь получается что оказывается все даже все лучше знаете все оказывается вот лучше чем жда вообще тут к природе знака стоит обратиться козероги великие пессимисты вы не это не обзывательства и ничего личного но вы знаете да согласно доктрине астрологической козероги это такие самые-самые изначально в общем печальные люди безрадостные люди поэтому вы склонны хуже смотреть на будущее пессимистично смотреть на будущее и делать худший прогноз зато потом можно порадоваться что прогноз не стрелся вот так и здесь такая история понимаете все оборачивается к лучшему даже то что сейчас кажется ужасом и препятствием ужасом и препятствием но во все таки вот этот период полтора месяца до конца года можно назвать такой дорогой к преодолению финансовых затруднений хотел сказать бедности но вы наверное не любите таких слов то есть в целом о деньгах будете думать вот не могу я здесь пообещать что прям вот ни разу день как не вспомните там не будете переживать нет деньги фокусе внимания у нас безусловно деньги это то сейчас туса именно то сокровище которое вы вот ищите под ногами потому что в разные моменты жизни мы ищем там то любовь то здоровье то рожна как правило рожна мы ищем а здесь нет это денежные все-таки искание на фоне благополучия придумывание может быть новых каких-то средств это будет очень правильно средства для заработка хороший прогноз может быть прекрасный да безроги получают деньги будут давайте так начнем с этого деньги будут хотя бы обязательно тоже скажете что мало маловато будет водолеи дорогие для вас предсказание о деньгах до конца года будьте внимательно задавайте картам ваши вопросы вы знаете что любое пророчество имеет только то значение которое вы вкладываете в него сами знаете о чем подумал вот я начала со скорпионом но вгадать да сегодня потому что они именинники и так быстро я до водолеев дошла а что это значит это значит дорогие мои что скоро и у вас уже дни рождения мы не успеем оглянуться как от гремят вот эти новогодние салюты как мы отравимся в очередной раз рождественским новогодним вот этим печеньем и все и потом уже будет февраль и будут водолеи и все такое скорое течение времени иногда радует иногда расстраивает но чаще расстраивает правда давайте о деньгах задайте ваши вопросы интересное сегодня интересное это дает карта так а довольно быстро развиваются у вас события ситуации связанные с деньгами развиваются они от плохого к худшему вот та матрица в которой мы с вами существуем в ней такой закон действует если за чем-то не следить если что-то пустить на самотек довериться судьбе отпустите концы да то это будет обязательно пойдет к худу к добру не пойдет не вверх так и здесь ведь у вас рыцаря мечей начинается предсказание поссориться можно если специально за язычком не следить можно как-то очень низ в такую несправедливую дележку попасть например в бизнесе или там на работе когда новогодние премии пилятся мы все ждем денег потому что это какое-то такое время не знаю активно у вас может быть все очень даже прибыльно и хорошо если ну подстраиваю подстроитесь как в потоке деньги от интеллектуальной деятельности здесь у вас есть да то есть от изобретений от вообще какой-то рыцарь мечей он же советует включить мозги и рационализировать процесс зарабатывания оптимизировать сделать выше кпд сделать просто продуктивнее выше выработку в общем пятилетка за три года вот это вот все как бы право неплохая карта она не денежная сама по себе она строго такая эмоциональная и интеллектуальная тоже подгоняет подгоняет эта троечка время то все очень быстро развивается то есть если застоялось вот эта карта хорошая для тех из вас у кого за стоялось там зависла сделка например ответа долго ждете от будущего работодателя здесь все приходит в движение и приходится ездить все говорить все брать ответственность что-то решать все знаете какое-то немножко бешеное время такое очень суматошно именно в плане денег мы гадаем только на деньги я напоминаю и ну в целом конечно это это хороший прогноз потому что подлежащий камень вода не течет например на самом деле течет еще как но это об этом другая будет история так водолеи деньги но ведь и две троечки да вообще это вот еще с давних древних цыганских гаданий есть такая примета 2 1 карта между двумя одинаковыми по порядку по порядкам это прям везение это такие погоны на удачу так и здесь в целом это нет здесь крупных денежных карт равно как больших денежных сумм ваших руках или какого-то сумасшедшего везения но тройки это такие заводные ключи это ключики это заводные спусковые и как бы механизмы да которые вот все заводят и вас заводят вы заводите завелись на деньги только что вам было все равно а тут вы прям вот у вас какое-то рвение и вы дыру вертите чтобы там заработать чего-то добиться получить отсутить долги вернуть ипотеку взять или отдать не знаю в общем такой живенький интерес важен деньгам советы какие на первых не поругаться хотя и поругаться тут на эти тоже очень надвое мы говорим потому что может быть даже такой как очищающий до пламень конфликта какой-то откровенный очень разговор может иногда и прояснить и может продвинуть те же самые денежные дела в целом вы машина для зарабатывания денег здесь машина да ну и наверное будет результат в том числе и спинтакли троечка в целом гарантирует исполнение более-менее предсказуемых денежных каких-то желаний совет я вам рассказал рыбы мои дорогие любимые рыбы почему я отдельно люблю рыб задают мне такой вопрос в комментариях а потому что потому что рыбы очень интересуются мистикой и эзотерикой как положено знаку и рыбы больше других часто просматривают мои видео с гаданиями спасибо вам дорогие не даете скучать расстроиться сказала слова расстроиться и вам правда расстройство с пятерки кубков начинаем да не дотягиваете до мечты то есть финансовая жизнь может не дотянуть до какого-то вот такого ожидаемого уровня вместе с этой плохой новостью карта несет и хорошую хорошее в том что это очень быстро пройдет то есть знаете так как вихрем налетает легкая грусть налетела грусть ну что ж пора пойду пройдусь вот примерно из этой категории то есть это что-то что судьба излечивает сама карта как предупреждение выпадает она удерживает от борьбы пятерка кубков исключает борьбу с судьбой с собой с вымышленными или объективными какими-то врагами то есть представьте вот это высота вершины которые вы можете достигнуть находясь на месте поплачете где-нибудь в уголку или поплачьтесь иногда знаете грусть надо изобразить чтобы произвести впечатление чтобы не знаю пожалели и заплатили например да ну такая карта она средненькая я не скажу что она плохая но это кубки ваша масть это примерно вода в которой вы как рыба в воде до определенный человек определенная персона опознаваемая вполне с конкретным именем и фамилии расстройство от нее ищите то есть это не какой-то бесплотный ангел вас расстроит с деньгами а это женщина которая отказалась заплатить например отказалась на работу вас денежную взять женщина которая вдруг попросила денег а вы ей отказать не можете и вынуждены да вот все это то есть все-таки в целом вот суммарно для рыб при всем желании но про карты говорят что знаете какая-то такая тяжесть эмоциональная на тему денег есть и она очень персонифицированная она очень такая адресная то есть это ваша боль личная боль ваш вопрос это не не может касаться например масса людей если вся фирма пролетает с прибылью или например весь отдел лишили премии нет здесь точечная история бьет и это женщина не дает деньги именно вам а другим например дает вот такое эмоциональное время по деньгам для рыб но проблема это все таки кажущиеся по большей части и она имеет решение она обязательно найдет решение то есть эти какие полярные карты они сошлись вода и камень стихи и проза и так далее здесь есть вот этот вот пламень пламень есть тут жезлов которые одним махом одним днем вашу проблему решает и осушает ваши слезки на тему собственно того что до этого не состоял да нет крупных денежных карт честно скажу скорее мы видим такой прогноз что ваши ваши денежные проблемы или то что вы называете проблемами это решается волшебник прилетает может быть вы сами вдруг кусаетесь открытого конфликта противостояния даже конкуренции ревности я совершенно вижу но есть качели знаете обычно вот эти эмоциональные качели приписывают области любви ну это знаете для кого-то а чаще мы более качаемся на этой на этом увлекательном аттракционе да на тему денег как раз и вас карты прокатывают здесь в каком-то смысле ну можно рассчитывать что большая денежная проблема решится а малые заставят переживать очередной раз довольно перспективно довольно интересный интересный прогноз если вам станет от этого легче сегодня ну мало кто из знаков этой сессии получает прям блестящий денежный прогноз нет так такое знаете более советы идут овны мои любимые овны деньги и вы где вы а где деньги очень легко запутаться в собственных ожиданиях и в чужих ожиданиях от вас кто-то ждет от вас кто-то ждет результатов показателей которые вы не можете дать кто-то вас хвалит но при этом и много требует кто-то очевидно вас использует но ни за что в этом не признается довольно в скользкой истории скользкой по деньгам ситуации вам предстоит оказаться вы конечно с честью выберетесь потому что любую сеть овны да любую сеть могут припрятанным своим кортиком разрезать и и освободиться что собственно суть но сети расставляют на вас кто-то кому-то вы позволили себя поймать соврать себе позволили в конце концов ну надо же иногда и в общем быть и снисходительными да чужим каким-то слабостям так далее денежные ситуации могут очевидно расстраивать вас и буквально вы себя здесь наблюдаете с опущенными руками бездеятельность какая-то такая неверие в перспективы для многих это с работой конечно связано то есть если вы ощущение вот не прямого но какого-то немножечко немножечко тупика кто-то не оправдывает ваши надежды может быть это кстати и личной жизни касается потому что мы деньги же не связываем вот срок с работой правда же это могут быть и семейные деньги это могут быть и какие-то деньги которых вы ждете от партнера вашего если у вас так заведено в общем овна овна карты мелкие но карты неприятные ничего подождите дайте третью достать хотела сказать ничего плохого я не вижу здесь но я вижу потому что видите пятерка пентаклей как то есть чужая хитрость запутанная ситуация а может и ваша хитрость да все это ведет к ощутимой какой-то нехватке понятно что нехватка у каждого своя а кому-то бисер мелкий кому-то там что-то еще вот но вот если у вас это точечно только в ноябре этого года вы запутались и оказались без денег то это ладно нормально мы все так переживаем такие истории но если вы чувствуете вышеописанное давно что кто-то вам врет про деньги что кто-то вас использует и это сильно сказывается на вашем кошельке то вам пора из этой истории выбираться вообще не овновские карты потому что не знаю истинный овнов не дает обычно себя вот так влиять но выпадает все-таки прогноз не скажу что плохой то есть денег может быть как много и очень много может быть но настроенческие настроенческие карты не очень воодушевляют да то есть вот это видение ваше видение субъективно да рассмотреть есть место пессимистическим вашим взглядом хотя объективно опять же я так скажу это может быть я не вижу краха я не вижу великого обмана потери какой-то плюс-минус финансы остаются в прежнем размере в каком-то прежнем масштабе но надо научиться наверное по-другому все видеть хотя это только легко сказать так для тельцов давайте для тельцов только лучшие только лучшие для лучших для лучших лучших карты для тельца на деньги загадайте ваши суммы неплохо 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 очень очень даже то есть везение будет в деньгах везение какая-то легкость деньги легче придут чем прежде например или чем вы ждете излишки денежные такие которые позволят и праздник какой-то накрыть и вообще отметить знаете завершение проекта в общем в общем жизнь обещает праздник сейчас не достал еще две карты но всегда первое главное для нас четверка жезлов ее знаете называют малое колесо фортуны и в общем вот здесь вот должны такие пляски с бубнами быть вот как и звуковой ряд то есть в принципе эта карта такого такая она очень победная торжествующая то есть вы торжествуете над своим врагами например у которых вам удалось отсудить отспорить оспорить там имущество какое-то то есть это прям вот неплохо по сравнению с вашими соседями королевы ну опять же про карта в таком соседстве карта про излишки об излишках то есть какие-то покупки по настроению сможете себе позволить и кому-то позволить то есть покупки для родственников помощь кому-то денег достаточно вот правильно знаете как сказать тут у вас денег достаточно для проявления душевности для проявления щедрости для какой-то помощи денег достаточно для того чтобы быть хорошими быть добренькими я думаю вы понимаете о чем я говорю цельцы понимают о чем я сейчас сказала чтобы быть красивыми вы здесь красивая вы здесь спокойная вы здесь сытая в конце концов да и довольная собой ну как бы фоном идет наверное и достаток хотя не знаю для продвинутых и рай в шалаше и в шалаше рай про это о видите и карта колесня то есть в общем победы в конце года ждут вас финансовые победы до головокружения может быть головокружения от успехов я бы сказала да потому что вот по крайней мере две карты очень подвижны это дороги дороги поездка например это деньги на поездку которую вы давно мечтали позволили себе наконец-то эти мальдивы уже и улетели там я не знаю на новый год то есть прекрасный прогноз блестящий аплодисменты вероятно хорошо поработали вы в этом году и пожинаете далее близнецы денежный прогноз до конца года для близнецов давайте тоже будем внимательны и давайте помнить что пророчества во-первых всегда сбываются во-вторых пророчества каждого пророчества для каждого свое то есть даже вот бесконечное количество близнецов храни вас вселенная которые посмотрят это видео все равно для каждого услышит это предсказание сам вложит свой смысл и они дробятся они разные они очень персональные лично получается так близнецы советы по деньгам почему я сказала советы может быть будут только предсказания не знаю ого духоподъемника очень очень хорошо то есть открываются перспективы новые и работа может найти и просто прибыли ну то есть это веселая карта очень настроенческая то есть вы с удовольствием роетесь роетесь в кошелечке своем там вот это все разглаживаете вот какой-то подъем продвигаются ваши финансовые это занятия то есть бизнес ваш работа так тоже подвижные видите какие карты близнеца выпадают то есть озарение вас на тему денег вас ждет озарение наконец-то вы поняли увидели догадались как оно надо как она откуда она идет и куда девается то есть вот какая-то такая ну в общем радостная очень оптимистическая а я все думаю замечаете что почти в любом гадании вот для двенадцати знаков одному знаку обязательно и всегда только одному главное попадает кольцо фортуны как главная точка везения в этот раз близнецы фортуна выбирает вас вы еще пока об этом не знаете вы можете даже там оплакивать свое финансовое состояние но я вам говорю и вы потом вспомните мои слова не забудьте написать в комментариях что все исполнилось посмотрите удивительное везение вас ждет удивительное вы знаете судьба подстерегает с мешком денег чтобы выспать вам их на голову что делать обязательно важный совет не останавливаться смотрите тройка жезлов одна из моих любимых карт когда себе гадаю прямо ее жду потому что это очень прямой простой совет не останавливайтесь ничего не бросайте ничего это буквально вот все что для вас связано с деньгами доходы расходы контакты денежные ничего не бросайте даже если некогда даже если не хочется все продолжайте находите время находите силу находите настроение потому что сами сейчас не знаете с какой стороны бабах с какой стороны вот этот вот горшочек с монетами просыплется ну прекрасно далее раки для рака деньги будут просто будут на все хватит все сойдет все срастется везде успеете закончить например работу в срок чтобы опять же вам ее оплатили какой-то баланс здесь наблюдается какое-то такое равновесие хотя не исключено что если в сложных ситуациях в каких-то критических ситуациях финансовых придется прибегнуть к помощи и ну почему придется это в общем даст это легко найдете человека который поможет это может быть спонсор для вашего например стартапа для вашего какого-то нового бизнеса она немного обещающий просто чтобы вы не путали да вот рассмотрите ближе шестерка пентаплей не обещают золотые горы хотя мы еще другие карты не достали да их же будет всего три однако она призывает рака успокоиться вот вы успокоитесь на тему денег хватит сойдутся концы с концами найдется кто-то кто вам долг простит или кто про спонсирует там ваше что в конце концов государство есть премии ой субсидии дотации пенсии это же тоже никто не отменял ну кстати очень хороший прогноз получается вот для посмотрите хороший прям вот вот он прям правильный я бы сказала вот карты говорят что ваши денежные финансовые жизни в это время все правильно все на своих местах и важно что вы выбираете все таки не судьба выбирает выбираете вы и вот этот момент вот это вот торжество воли вашей это ведь не всегда так и моментом нужно воспользоваться да неожиданно как будто бы сама судьба спрашивает ваше мнение вот тот момент тот случай когда на вас вся ответственность именно вам придется все решать не немножко портит картину нам здесь семерка мечей есть риск запутаться попытаться обмануть себя или стать тоже жертвой обман не самая сложная карта не знаю не самая впечатляющая темно то есть что мы видим здесь в целом финансовое благополучие для рака важный выбор связанный с деньгами то есть прям буквально какой-то перекресток пресечка как у нас говорят вот и перекресток это такой он извилистый такой очень запутанный ну излишне наверное напоминать о том что в деньгах как и в любой жизненной теме лучше выбирать лучше ходить все таки какими-то прямыми путями чтобы не было потом мучительно больно остерегайтесь обмана остерегайтесь каких-то вот таких вот кривых дорожек и напрасных 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 хлопот видите деньги приходят к вам безусловно в это время но приходят они с определенной такой интригой с определенной хитростью далее для льва денежный прогноз для льва до конца года посмотрим этот сильный огненный знак так что с деньгами у вас сейчас начинаем со старших арканов крупная карта серьезная карта справедливость так любой старший аркан очень многослойная разно разноуровневые предсказаниями то есть на тонком плане говорит она о том что судьба готова проявить к вам снисхождение или вот справедливость о которой вы давно взывали молили и прикладном каком-то смысле карта это обещает документы для вас связанные с деньгами документы которые вы подписываете какие-то договоры трудовые договоры гражданско-правовые договоры там я не знаю закладные кредитные договоры все что угодно то есть ну все серьезно это взрослая карта серьезная карта то есть это знаете вот справедливость это карта которая ну в принципе должна доставаться всегда только совершеннолетним людям которые обладают полной дееспособностью потому что здесь ответственность на ваши плечи ложится и спектр событий обещанных картой очень широкий это как и ваш выход на новую работу и это тогда это справедливость это как описание трудового договора да так и открытие какого-то бизнеса равно как и закрытие бизнеса потому что это тоже сопровождается бумагами да ну вы знаете проходи в общем придется как-то по-взрослому относиться к деньгам взвешивать думать сопротивляться соблазнам вот тут это какой-то момент инициации когда уже больше нельзя посмеяться например где-то над деньгами в какой-то ситуации все по-взрослому брачный контракт может быть почему бы еще и суд справедливость судом вот это здание суда а вот это само судебное заседание дорогие ли вы такое впечатление что вы собрались буквально в суде защищать свои финансовые интересы опять же тоже старший аркан тоже очень много таких высоких неосязаемых смыслов суд это тоже проявление справедливости это суд по аналогии с высшим судом вот хотите знать сколько денег будет а сколько заработают вернее сколько заслужили потому что ангелы вот вас буквально судят и отмеривают вам не по делам вашим да по благости своей я надеюсь не знаю крупные карты серьезные то есть события связанные с деньгами судьбоносные запоминающиеся оставляющие грубый след в судьбе десятка жезлов опять бремя ответственность львы только вам в этой сессии когда не достается такие серьезные такие взрослые вообще не увеселительная прогулка по финансам своим документы ответственность важность взрослость строгость это все советы это все предсказания совета для вас здесь ох испытания на взрослость и в целом интересно что с этими деньгами вы можете буквально радикально разбогатеть потому что тут деньги и приходят по большей части по крайней мере это не кризис и не потерь все будет отлично все будет даже сверх ваших ожиданий если будете строго следовать правилам законам чудесный прогноз дева дева и деньги дева и деньги как это звучит подарка ждите просто подарок вот то о чем я в своем вступлении говорю а вот должны на каждого человечка хотя бы раз в жизни сваливаться деньги просто с неба я правда думаю что мы все заслуживаем такие радостные песни деньги с неба просто свалились подставляете ладоши конечно если мы отмотаем назад ретроспективное кино сделаем мы догадаемся что вы хорошенько поработали чтобы эти деньги упали да но пусть никто не знает откуда у вас деньги пусть никто не знает как вы проводите время большие деньги девушку подарок дорогой дорогой большие деньги в любом виде могут естественно прийти просто жених там парше подарит который у всех вообще вообще вот снова ну и вечно недовольные критически настроенные деньги девы простите оговорочка да найдут и в этой емкости с нектаром к чему придраться это могут это действительно денежные денежная пара дьявол с тузом кубков да это к страсти к любви имеет отношение но мы сейчас про это не говорим это все равно деньги деньги большие искушающие большие деньги может быть не хочется их брать почему-то по каким-то причинам может быть не хочется ими делиться знаете иногда бывает что в нашу жизнь приходят деньги большие но вот надо поделиться почему мы знаем да юридический смысл у этого есть что-то еще такое не знаю интересная история она такая какая-то неожиданная и она но немножко сомнительна потому что вот дьявол стройка мечей создает такую пару которую пищу для размышлений дают это да действительно это могут быть деньги про которые вы думаете а надо ли мне их взять а не будет ли мне что-то за это ну такое если вы если вы ходите на новую работу и прям большую зарплату вам обещать а девы лучшие работники зодиака и у дев правда это я вам клянусь статистика моих личных гаданий где вправду больше всего за самые большие зарплаты самой завидной должности да то это может быть искушающая большая зарплата которую вам предлагают здесь и она такая через край и вы понимаете что вы например ну такие деньги не отработаете и думаете это чушь придется за такую сумму делать это да то есть такая печаль немножко привычная есть на эту тему интересный прогноз я вам все-таки хочу чтобы вы в комментариях писали как для каждого из вас вот проигрывать потому что здесь экстраординарная ситуация с деньгами не заскучаете можете сильно разбогатеть но не придется ли принципами поступиться за это а это я вас спрашиваю далее весы весы и деньги доход ждет вас доход интерес интересный в смысле суммы размеры да потому что у нас в деньгах деньги интересные такая вещь в общем универсальная да ну просто доход рыцарь пентакль такая уверенная хорошая денежная карта которую все ждут в гаданиях прибыли зарплаты премии в общем вы вот он держит здесь в руке вот этот вот пентакль это ваш портрет вы держите деньги который как правило рыцарь все-таки это рыцарь да он обещает ожидаемые деньги ну такие предсказы очень трудно с хорошей карты начали ну как мы продолжаем из ваших мечтаний семерка приглашает вас мечтать то есть из самых даже бесплотных ваших мечтаний бесцельных даже оформляется выкристаллизовывается вылупляется это вполне какой-то очень вполне реальный материальный результат вообще весы такой особенный знак вам наверное единственным вот разрешено и даже показанным мечтать потому что там очень сложно именно в весах очень сложные очень противоречивые энергии сплетаются вот и девятка жезлов то есть деньги от работы деньги от усилия у вас идут какая-то очень прямая связь между вот вашей активностью и заработанными деньгами это хороший прогноз он не наверное не сверх обещающий и он не такой мистический как например там у ваших соседей дев кстати если у вас меркурий в девять у весов часто бывает меркурий в деве тоже для девы посмотрите прогноз потому что по меркурию идут деньги и может быть актуально как раз положение меркурия тоже здесь и ну смотрите что получается конечно карты вас призывают на подвиги то есть вы можете заработать это такой оптимистичный и в то же время ответственный прогноз вот сколько наработаете столько и заработаете деньги дадутся даются в это время нелегко но понятно понятно мы часто ждем вот не так не столько много денег сколько бы это чтобы было понятно да вот предсказуемо как то здесь очень предсказуемые доходы у вас здесь есть почему тут семерка кубка почему она как бы в начале видите она слева лежит то есть она например может описывать положение дел в настоящий момент вот сейчас вы не знаете сколько сможете заработать сколько получите сколько там получится потратить и так далее получить и вот как будто на смену это туману вот это приходит вполне себе явные суммы суммы вполне явные способы достижения этих денег в общем работайте будет вам счастье будет вам на икру на новогодний стол конечно я вам желаю счастья здоровья денег побольше спасибо за то что вы со мной за то что верите моим картам увидимся